Ну что, друзья, продолжаем знакомство с новинками Dual, и сегодня на обзоре проигрыватель автомат CS329. Причем самый бюджетный из ассортимента бренда, поэтому никак не мог пройти мимо него. Напомню, не так давно на канале был уже обзор еще одной новинки проигрывателя с полноценным автостопом и прямым приводом CS618Q. Ищите в подсказках. И знаете, уже не первый год наблюдаю ситуацию, что бренды, перекочевавшие из немецкой фабрики в Азию, производят проигрыватели винила ничуть не хуже, а порой с конструктивной точки зрения даже лучше. И тут, да, стоит важный вопрос, насколько они долго продержат штатные технические параметры. На моем опыте уже лет 5 наблюдаю за проигрывателями разных азиатских фабрик и прихожу к мнению, что качество растет, особенно у именитых брендов, коим является и Дюаль. Итак, на данный момент среди автоматов у Дюаля три модели. Сегодняшняя 329-я, 429-я, я уже ее снимал, ищите опять же обзор в подсказках, и старший автомат 529, отличающийся тонармом с двумя карданами и четырьмя подшипниками. Работу этого тонарма я успел оценить по 518 и 618 моделям. Младший автомат, что и неудивительно, рассчитан на новых пользователей, ввиду этого имеет конструкцию с минимальным количеством настроек. То есть собрал за 5 минут и слушай, никаких тебе заморочек с прижимной силой и антискейсингом. По себе знаю, когда только начинал знакомство с винилом, для меня эти термины были пугающими. Сразу отмечу классную тонированную крышку. Проигрыватель прямо радует глаз, выглядит солидно, строго, особенно учитывая начальный сегмент. Из органов управления выбор скорости 33-45, выбор диаметра диска и сзади возможность отключения встроенного фонокорректора. На этом все. Рядом с тонармом есть нечто похожее на колесо настройки антискейтинга, однако это бутафор. Но антискейтинг в тонарме есть, проверял по пластинке с гладкой поверхностью, головка стоит на месте, к яблоку не летит. Противовес на тонарме не регулируется. Ну как не регулируется? Найдя отвертку, все решается. Внизу есть фиксирующий винтик. Решил проверить прижимную силу, установленную из фабрики. Отстроено довольно точно. Проигрыватель комплектуется головкой AT91. Корпус двухсоставной, сверху пластик, снизу МДФ. Мат резиновый, опорный диск, литой из алюминия. Вес его, правда, скромный, около 650 грамм. Подопорным диском механика, отвечающая за автоматику. Как видно при воспроизведении, она не задействована, то есть шестеренки не оказывают влияния и работают только при включении и завершении воспроизведения. Тонарм с эффективной длиной 221,5 мм, шелл несъемный, но головку звукоснимателя поменять можно. Запускаем. Не самый, конечно, тихий автомат, точнее даже кнопки, но точность хорошая. По окончанию воспроизведения автостоп срабатывает шустро. Тонарм возвращается на базу. Ну и при желании тонарм можно поставить самому. При его передвижении к пластинке двигатель запускается автоматически. По окончанию автостоп сработает. Как всегда, я тестировал проигрыватель с использованием встроенного фонокорректора. Традиционно проверял амплитудно-частотную характеристику тестовой пластинкой. Картина ровная, присутствует лишь незначительный окрас в районе 15 кГц примерно на 2 дБ. Звук проигрывателя можно охарактеризовать как сбалансированный и в своем классе вполне интересный. Головка АТ-91 хоть и не предел совершенства, но неприхотливых новичков сервинила вполне устроит. Конечно, со временем есть смысл ее заменить на что-то посерьезнее, скажем 540 мм. Однако, как я сказал ранее, придется взяться за отвертку и настроить противовес. А для этого понадобятся и весы. Видно, что проигрыватель планировался как готовое решение без каких-либо вмешательств со стороны пользователя, чтобы новички, скажем так, не включали руки, но опытные меломаны способ усовершенствовать дюаль найдут. Также, учитывая полость в противовесе, его можно легко утяжелить, на случай более тяжелых головок, чем штатная, вес которой составляет 5,8 грамма. Без заморочек с весами и подстройки противовеса сюда встанет вся серия ТВМ-95, поскольку все 95-е головки тяжелее 91-й на 0,3 грамма, то есть при замене вы попадаете в допустимый диапазон прижимной силы. Такая же ситуация и с головками Grada Prestige. Они легче на 0,3 грамма, но имеют меньший рекомендованный прижим. Так что не благодарите. Далее из апгрейдов традиционно лучше приобрести внешний фунокорректор, хотя встроенный в принципе неплох. И собственно все. Мат резиновый, превосходно его менять нет необходимости, кабели неотстегиваемые, что может быть и не есть здорово, но в этом классе аппаратов ситуация частая. Особого смысла их менять нет, тем более со штатной головкой. Из достоинств стабильная работа механики, хорошие показатели по скорости и уровню детонаций. В паспорте заявлено 0,12%. Далее, просто идеально ровный опорный диск, на котором прекрасно видно неровности пластинок. Что из недостатков? Верхняя пластиковая панель смотрится действительно неплохо, а вот MDF в виниловой пленке бросается в глаза. Ну и наверное цена в 60 тысяч рублей кого-нибудь обязательно спугнет, но тут надо смотреть трезво. Да, в начальном сегменте конечно есть конкуренты дешевле, однако не забывайте, что перед вами полный автомат, а не проигрыватель с автостопом или просто остановкой диска. Среди автоматических проигрывателей дюаль далеко не самый дорогой. А дешевле? Ну первое, что можно вспомнить это 175 Тиак, рекорд F300 и Denon DP300. Но тут уже все познается в сравнении. Все современные дюали прямо хороши, никаких люфтов, стуков, дребезжаний и отказов механики. Ну во всяком случае пока я их тестировал. Теперь давайте сравним 329 модель с 429, в чем сегодняшний гость упрощен. Если вкратце, то это два совершенно разных проигрывателя. 429 модель имеет регулировку противовеса и антискейтинга, совсем другой плинт, тяжелый опорный диск, съемный шелл, оптический контроль скорости, подвес двигателя и штатный картридж Artafon 2M Red. И на мой взгляд разница в цене вполне оправдана. Но с другой стороны, начинающему виниломану 329 модели будет более чем достаточно, поэтому появление младшего автомата в каталоге бренда вполне уместно. Причем какой-никакой, но апгрейд все-таки возможен, то есть проигрыватель можно взять за датком не на один год. Что ж друзья, новинки Дюаль порадовали, ждем расширения ассортимента в дальнейшем. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!